Данный видеоролик посвящен приложению Smart Walls. Smart Walls – это приложение, которое входит в состав комплекта PSS Beam Tools и является приложением под платформу Autodesk Revit. Оно подходит для работы как с Revit Architecture, так и с Revit Structure. В чем особенность данного приложения? Это приложение для управления процессом возведения стен, для распределения и переноса зазоров и стыков. Здесь есть возможность разделения многослойных стен на отдельные слои. И какие можно выделить преимущества? Прежде всего, это высокоскоростное моделирование. Второе – это предупреждение ошибок и простота в управлении процессом моделирования. И третье – это, конечно же, повышение производительности и снижение расходов. Теперь давайте перейдем непосредственно к показу. Есть у меня три таких примитивных кубика, на примере которых я постараюсь вам показать основной функционал. Так скажем, еще одну возможность не рассказала. Это возможность анализировать данные и добавлять параметров стены. Давайте с нее и начнем. Вытащим менеджер стен в рабочую плоскость. И первое, что у нас есть – это возможность изменять и рассчитывать параметры стен. Выбираем данную функцию и перед нами появляется знакомое нам уже окно настройки с знакомыми настройками группирования. Просто здесь уже больше, так скажем, возможностей выбора. И знакомое окно просмотра, где можно выбрать параметры, добавить какие-то необходимые параметры. Все, которые у нас есть в стенах. То есть все мы можем, в принципе, просмотреть. Можно экспортировать данные, можно создать таблицу на основе этих данных. Прямо, так скажем, в диспетчере, в чертежном виде, так скажем, в чертежном виде проекта. Вот. Ну, в данном случае я вытащила два пустых поля, таких как маркировка и комментарий. Вот они у меня тут даже немножко не пустые. И я бы хотела выбрать не все стены. Давайте я выберу часть стен. То есть вот если я их подсвечу, я могу их увидеть в проекте. Выбирается. И на примере этих стен показать ряд функций. Щелкаем правой кнопкой мыши, попадаем в список функций. И что мы здесь видим? Во-первых, можно изменить данные. То есть записать какое-то число. Если, например, маркировка должна быть одинаковой у этих элементов, вы можете вбить, например, значение какое-то определенное, и оно пропишется сразу у всех элементов. Вторая возможность – это записать ориентацию стен по сторонам света. Выбираем функцию, и мы видим, что прописывается сразу сторона северная, сторона у нас южная, восточная или западная. В данной сборке у меня прописывается на английском языке. Сейчас уже есть новая сборка. Я ее просто установила, так скажем, на 14-й ревит, а на 13-й забыла переставить. Поэтому у меня здесь по-английски буквы прописываются. В следующей сборке там уже, конечно, по-русски. Там S, U, V, Z. Север, юг, запад, восток. Но здесь, в принципе, не так сложно это поменять. Вы можете всегда вручную прописать, если необходимо. Что можно еще сделать? Можно определить высоту элемента. В данном случае высота у меня на первом этаже стена находится, и высота стены совпадает с высотой неприсоединенной. Если бы это были стены, например, третьего уровня, то, конечно, неприсоединенная высота имела бы, допустим, другое число. В данном случае у меня совпадает. И я бы хотела узнать, до какого уровня, до какой отметки доходит высота стены. Для этого я выбираю, так скажем, ну, можно не поле, можно новый параметр создать. Выбираю элементы, говорю расчет высоты, и здесь можно выбрать по общей системе координат, либо по проектной. Например, верхнюю отметку по системе координат проекта. Я могу создать новый параметр, в который будет записано это значение. Давайте создадим, нажмем ОК, и имя параметра, например, верх элемента. И выбрать категорию, например, группу. И теперь я вижу, что появился новый параметр и с определением высоты стены. Также можно добавить, помимо расчета высоты, можно вычислить координаты данной стены, можно какое-то значение вставить, и можно установить отметку положения. Также вот здесь в следующей сборке немножко текст откорректирован, более понятно прописано. Что это такое? Это расположение стены по осям. Вот, например, я вижу, что данная стена у меня располагается на оси 9. Да, действительно, вот она синим подсветилась по оси 9. Данная стена по оси 7 у меня. Да, действительно, вот она располагается у нас на седьмой оси. То есть именно положение относительно осей. Ну, здесь, наверное, основные функции все. Следующая возможность, это как раз непосредственно разделение многослойной стены на отдельные составляющие. Первое, что я должна сделать, это выбрать, куда буду определять свои, так скажем, двери и окна, свои проемы. Здесь два варианта. Либо в несущем слое оставить, либо во внешний слой определить. У меня оставлено в несущей. Теперь выбираю стены, которые я бы хотела разделить. И выбираю функцию многослойные стены. У меня происходит разбиение. Причем имя каждого слоя стены соответствует имени материала. В данном случае кирпич фасадный. И прописывается также данное по ширине. Например, изоляция и ширина, толщина вернее, 120 мм. То есть имя задается автоматически по имени материала. Единственный минус состоит в том, что, соответственно, если стены мы разбили на отдельные слои, они между собой автоматически не соединились. И дверь у нас находится в одном слое. Здесь нужно воспользоваться стандартной функцией соединить. Это, так скажем, первый вариант. И придется подсоединить все стены. Что является не очень удобным. Но, так скажем, от этого никуда не уйти. И вторая возможность. Это если у вас есть приложение Cat Openint Pro. Оно сделает вот эти проемы автоматически. То есть оно может это сделать. Cat Openint простой. Он делает только, так скажем, под элементы воздуховода и водопровода. Какие-то кабель-каналы, отверстия. А Cat Openint Pro может сделать еще отверстия под окна, двери и проемы в стенах. То есть вам придется вот так соединить. И третья функция или функционал. Это возможность отключать автоматическое соединение стен и задавать зазоры. Давайте выйдем в конфигурацию. Конфигуратор зазоров. Здесь мы увидим все стены проекта. Зеленым подсвечены те, которые типы стен, которые размещены. Вот здесь у меня оставшиеся. И для, например, вот этих, это вот маленькие, по-моему, вот этих мы зададим, то есть для этой части зададим свои зазоры. Ну, здесь у меня 20 и 10. Давайте, например, 25 и 15. Окей. Все, мы задали значение зазоров. Теперь как нам разместить эти зазоры? Например, я хочу запретить соединение вот этих двух стен. Я выбираю элемент, и у меня появляется зазор. Я смотрю его значение, проверяю, действительно 25 мм. Еще раз выбираю эту функцию. Вот здесь у меня зазор появился 15 мм. И, соответственно, это то же самое, если бы мы стали вручную, с другой стороны, аналогично, если бы мы стали вручную говорить, отменить соединение и что-то где-то перетаскивать. И еще одна возможность, это можно изменение зазора. Так, например, вот с этой стороны. Изменение зазора по умолчанию. Так, прошу прощения. Давайте отменим, чтобы они соединились. И следующее, это... А, не туда, обрезать конец стены. То есть я выбираю стенку, и у меня делится не начало и конец, а только одна часть. И здесь я могу переключаться, делать выбор, как создавать зазор. То есть вот таким образом. Ну, здесь, наверное, пожалуй, все. Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова